МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На минувшей неделе интернет облетели фото Хабирова в окружении его семейного клана. А вернее сказать, его ишимбайского сегмента. Фото опубликовал сам Радий Фаритович и снабдил его комментарием, что родня у него, дескать, простая. Жители республики с удивлением узнали среди простой ишимбайской родни несколько высших чиновников. Например, вице-премьера Азамата Абдрахманова, столь остервенело продвигаемого Хабировым по служебной лестнице. Всего лишь за год этот человек из мэра захолустного городка превратился в целого вице-премьера правительства. А еще на фото есть двоюродная сестра Хабирова, Гульнара Зинурова, ставшая теперь единственным первым замом министра здравоохранения Республики Башкортостан. Собственно, оставшаяся родня тоже не выглядела обделенной государственной лаской и бюджетными благами. Хорошо известно, что Радий Хабиров заботится не только об Ишимбайской родне, но и о так называемом армянском землячестве. То самое пресловутое армянское крыло клана Хабировых. На днях пресловутая компания «Реалист», где заправляет прославленная троица Айропитян, Абавян и Арутюнян, получила очередной подряд в череде самых вкусных хабировских объектов благоустройства и улучшения рекреационных зон города Уфы. А именно контракт на 305 миллионов рублей – это вторая очередь благоустройства парка нефтехимиков. Напомню, что ранее эта компания уже освоила несколько миллиардов рублей на благоустройстве парков и скверов. Ну, та самая знаменитая «Кашкаданская армянская лиственница» и прочее, прочее, вы все помните. Так что Радий Фаритович примерно так поровну заботится о своих армянских и неармянских родственниках. А вот еще один объект, который злые языки связывают с армянской родней Радия Хабирова – ремонт улицы Рабкоров в Уфе. Сотни миллионов контракта достались компании «Потенциал», которую связывают дружбой с Романом Бабаяном, Шурином, Хабировом, собственно. Объект должен был быть сдан в третьем квартале 2022 года, но там все как-то не похоже на то, чтобы работы были завершены, потому что третий квартал 2022 года давно уже миновал, а, как говорится, ввоз и ныне там. Ну, теперь, правда, обещают сдать к четвертому кварталу 2023 года. Что примечательно, что никто никак нигде не возбудился, никакой репарации не потребовал, там контракт не расторг, ну, не достроили, не достроили. Ну, Шурин же, собственно, верится с трудом в том, что к четвертому кварталу 2023 года улица Рабкоров будет сдана, потому что, ну, то, в каком она положении сейчас находится, не дает никаких надежд на это. Помните, Муртазу Рахимова за глаза называли Бабаем? Ну, не знаю, как к этому относился сам Рахимов, но, по-моему, ему это прозвище вполне соответствовало. А вот Хабирова с его замашками и байством в пору называть уже просто Баем. Настолько беззастенчиво и настолько, как он выражается, просто, он двигает свою родню и братву в направлении различных бюджетных кормушек и закромов. Невзирая на доносы ожиревших работников музеев, наш канал продолжает свою работу, я надеюсь, на благо жителей Республики Башкортостан. И во многом мы продолжаем свою работу благодаря вашей помощи, вашей поддержке и именно вашей материальной поддержке. Потому, напоминаю, что поддерживать материально канал «Открытая политика» не только можно, но и нужно. 200-300 рублей в неделю точно не сделают вас бедными и точно помогут нам продолжить нашу работу, продолжить помогать людям понимать и узнавать правду в этом море лжи и лицемерия, которые бушуют вокруг нас. Напоминаю, что помогать нашему каналу можно, к сожалению, единственным образом, перечисляя деньги на расчетный счет, который мы демонстрируем в каждом нашем выпуске, который мы публикуем под каждым нашим выпуском в описании, найти его несложно. Так что спасибо заранее огромное всем, кто готов и помогает нашему каналу. На минувшей неделе Ради Хабиров много жаловался на трудности и превратности губернаторской доли. Рассказывал, как непросто ему было посылать на специальную военную операцию тысячи земляков, как подло гадит запад башкирской экономики, и как эта экономика ничуть не страдает от санкций и даже где-то выигрывает. Но, тем не менее, Ради Фаритович посетовал, что ему пришлось интенсивно посидеть за это время. Времена-то, как он выразился, непростые. Но, между тем, реальность все дальше и дальше от этих самоубеждений губернатора, здравые люди уже давно подвергают сомнению оптимизм Хабирова, и реальность, между тем, все дальше и дальше от этих самоубеждений губернатора, давно превратившегося из хозяйственника и экономиста в какого-то жалкого сельского агитатора. В реальности даже тем немногочисленные инвестпроекты, которые намечались к реализации в республике Башкортостан, рассыпаются как карточные доники. Вот, например, турецкая компания «Синака Пайп» на этой неделе отказалась инвестировать 6 миллиардов рублей в проект производства пластиковых труб. Так много об этом говорили, так брызгали слюной. Ну вот, турки посчитали, присмотрелись к этому дорогому Радю Фаритовичу и приняли решение не инвестировать в Башкортостан свои 6 миллиардов. Ну и другие инвесторы все больше осторожностью присматриваются к инвестклимату в республике, все более осторожны в своих заявлениях и планах и чаще ограничиваются декларацией ни к чему не обязывающих намерений. Ну вот, помним, на этом самом знаменитом форуме, который тут гремел неделю назад, в основном были приняты декларации о намерениях. Тем временем трезвомыслящие экономисты очень пессимистически смотрят на экономическое положение в регионе под руководством Радия Хабирова. Они дают негативный прогноз развития Башкортостана и даже предрекают банкротство рядом муниципалитетов на фоне лидирующего места региона по темпам падения доходов регионального бюджета. Ну, посудите сами, расходы бюджета выросли на 10%, а доходы бюджета упали тем временем на 28%. То есть это движение в разные стороны. Наращиваются расходы и падают доходы. Причем, повторюсь, Башкортостан в лидерах по ПФО среди регионов по параметру падения доходов регионального бюджета. И что же в этой ситуации остается Хабирову и его правительству? Ну, конечно же, брать в долг под залог нашего с вами будущего. На неделе стало известно, что Башкортостан вновь размещает облигации государственного займа на сумму 5,5 миллиардов рублей. Ну, чтобы, видимо, залатать дыры в бюджете. Либо Ради Фаритович задумал еще пять парков реконструировать силами своих веселых и неунывающих армянских родственников. Судя по всему, криминальная хроника команды ХЭ становится постоянной рубрикой наших выпусков. На минувшей неделе выяснилось, что история с осуждением вице-премьера правительства Беляева и министра строительства Кучербаева все еще не закончилась. Как и ожидалось, осужденные к шести годам лишения свободы Беляев и Кучербаев подали апелляцию в Верховный суд, требуя полной отмены приговора. Они вообще не признают своей вины ни в какой мере. В то же самое время прокуратура подала также апелляцию в Верховный суд, требуя увеличить сроки заключения для Беляева и Кучербаева. В общем, тут нам остается только запастись попкорном и понаблюдать, кто же кого сборит, слон или удав. А вот мэр Межгория, судя по всему, бывший мэр теперь уже Межгория, Вячеслав Калугин, заключенный под стражу на время следствия, не смог добиться от суда послабления для себя, подав апелляцию по поводу меры пресечения. Он так и остался под арестом. Кстати говоря, Калугина обвиняют по статье 160-й части 4-й Уголовного кодекса Российской Федерации это присвоение денежных средств. По той же самой статье, по которой идет следствие в отношении должностных лиц Башспирта. Но обратите внимание, почему-то по делу Башспирта, где речь идет о существенно больших суммах, там речь идет о 400 миллионах рублей, по этому делу почему-то никто до сих пор не столуется в СИЗО, ни Сидякин, ни Нагуманов, ни Стрижнев, ни прочие топ-менеджеры Башспирта того времени почему-то до сих пор не заключены под стражу. Согласитесь, какое-то избирательное правосудие. Мэр Межгория Калугин за миллион триста сидит, значит, на нарах, а эти ребята где-то на свободе и вкушают все блага цивилизации. А вот экс-топ-менеджер Газпром Нефтехим Салавата Айрат Каримов, в отношении которого идет следствие о нарушениях в процессе приватизации базы отдыха, устами своего адвоката заявил о пропаже аж 48,5 миллионов рублей со своих кредитных карт в то время, когда телефоны и кредитные карты были под контролем следователей МВД. Ну, это заявление адвоката Каримова и самого Каримова. И пока непонятно, так ли это на самом деле, или это всего лишь попытка дискредитировать следствие. Ну, как говорится, поживем-увидим. На минувшей неделе доблестная федеральная антимонопольная служба в республике Башкортостан в очередной раз пресекла очередной схематоз команды ХЭ. Отменено концессионное соглашение о модернизации системы отопления в городе Кумертау. В ходе оформления концессии были допущены грубые нарушения, а именно, не были проведены, собственно, конкурсные процедуры. То есть взяли и отдали концессию кому понравилось. А сама новая схема отопления города Кумертау, которую хотели реализовать, противоречит генплану города Кумертау. Что в итоге? В итоге Кумертау и бюджет республики Башкортостан не получают 1,2 млрд рублей от Фонда национального благосостояния. Ну, наверное, кто-нибудь другой получит. Может, Дагестан, может, еще кто-нибудь. В Кумертау народ, конечно, шепчется, что за всей этой схемой и за всем этим схематозом стоит экс-мэр Кумертау Афонин, но мы же с вами слухом не верим, правда? Минэкология Республики Башкортостан, как и ожидалось, лишила Дюртюли-Мелево-Водстрой статуса регоператора по обращению твердокоммунальных отходов по второй зоне схемы обращения этих самых отходов. Дюртюли-Мелево-Водстрой обслуживала с 2018 года город Нефтекамск, Агидель, Янаул и еще 12 муниципальных районов Республики Башкортостан. В то же время Министерству экологии Республики очень понравилась некая фирма ООО «Экоакватика», которую без всяких конкурсных процедур теперь оформляют новым регоператорам с оборотом более 2 миллиардов рублей в год. Мне интересно, как, насколько и когда изменится ситуация в трех городах и 12 районах Республики в результате вот этой вот мусорной войнушки. Сейчас, как говорят очевидцы, там все по горло в мусоре невывезенном, гниющем и зловонно воняющем. Хотелось бы понять, насколько вот эти вот действия Хабирова и подконтрольному ему Минэкологии Республики Башкортостан изменят ситуацию с мусором в этих районах. Мы обращаемся к жителям Нефтекамска, Агидели, Янаула, Аскинского района, Болтачевского района, Дертюлинского района, Бирского района, Бураевского района, Калтасинского, Мишкинского, Илишевского, Татышлинского, Янаульского и Краидельских районов с просьбой держать нас в курсе о ситуации с вывозом мусора в этих районах и городах. Пожалуйста, присылайте нам на почту фото того, как у вас все это обстоит. Вывозят у вас мусор, не вывозят. Лучше стало, хуже стало, потому что на самом деле нужно понять, за что так кроваво бился Радий Фаритович почти четыре года с этим Дертюли-Мелевым строем и станет ли все лучше. Посмотрим, кому утекут эти очередные два миллиарда в год за вывоз мусора, посмотрим, насколько там изменится ситуация. В общем, пишите письма, держите в курсе. Мы уже много раз говорили о том, что в Республике Башкортостан наблюдается стремительный рост цен на бензин и прочее моторное топливо. И жители ломают голову, как избежать дополнительных трат и подорожания товаров-услуг, которые неминуемо случатся вслед за удорожанием топлива. Горячие головы предлагают уже бойкотировать заправки Башнефти и покупать топливо у других производителей. Ну, выбор автозаправочной станции и выбор фирмы-производителя бензина – это дело, конечно, абсолютно личное и персональное. Каждый для себя сам решает, где заправляться. Но что-то мне подсказывает, что вялое и покорное население региона на такие перформансы, в общем-то, в принципе, не способно. А впереди у нас еще и осеннее удорожание жилищно-коммунальных услуг, которым у нас ласково начинают готовить государственные агитаторы и всевозможные ведомства. На минувшей неделе правительству Башкортостана было дано задание доходчиво информировать жителей республики о принципах подорожания жилищно-коммунального хозяйства осенью. Только не смейтесь, пожалуйста, но, похоже, горе-агитаторы из Белого дома республики докатились уже до авиамоделизма. Кому-то пришла светлая мысль, что создание деревянного самолета, копирующего аэроплан Мусы Гореева, способно поднять боевой дух уфимцев. Подозреваю, что эта гениальная мысль произошла из мозговой ткани Урала Кельсиньбаева, но это не точно. В Уфе уже начали сооружать деревянный самолет. Его каркас, как это видно на фото, сделан из каких-то досок и веток. И становится понятно, что, собственно, еще пойдет в ход при создании этого шедевра агитации и пропаганды. А тем временем Радихабиров не отстает от своих подчиненных по уровню странности идей, которую он порождает. На минувшей неделе он взял и наградил с размаху мэра Москвы Сергея Собянина орденом Салавата Юлаева. Кстати сказать, сам орден этот рискует стать орденом, который будет вспоминаться примерно так. А, это тот самый орден, у которого скульптура свалилась в реку. Собственно, к чему я это говорю? К тому, что вот на этой неделе я сам прогулялся до памятника Салавата Юлаева и лично убедился в том, что он действительно находится в катастрофическом положении. И согласитесь, для ордена будет довольно странным вот эта сопроводительная информация, когда, ну, рано или поздно, если ничего не делать, этот самый наш прославленный Салават Юлаев все-таки нырнет в реку Белую и вот будет ассоциироваться орден с этой историей. Но, собственно, Хабирову похоже, что это глубоко. Все равно, потому что ему достаточно орденов, их приятно раздавать, ну, в том числе, например, и Сергею Семеновичу Собянину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова